Роберт Асприн. Мифа толкования или неверные концепции. Эта книга посвящается Лори Ошерин и Джудит Сэмпсон, современной команде ученик-учитель, невольно гарантировавший, что книги о мифоприключениях Ааза и Скива будут писаться и дальше. Глава первая. Жизнь — это серия грубых пробуждений. Роберт Винкль. Из всего многообразия неприятных способов пробудиться от крепкого сна один из самых худших — быть разбуженным шумом играющих в пятнашки дракона и единорога. Я с трудом разлепил один глаз и смутно попытался сфокусировать взгляд на помещении. Стул с шумом опрокинулся на пол, убедив меня, что воспринимаемые моим мозгом нечеткие образы, по крайней мере частично связаны с исходящими от пола и стен нерегулярными вибрациями. Иной, не обладающий моим запасом знаний, приобретенных с немалым трудом и вынесенных с немалыми муками, скорее всего, возложил бы вину за этот адский шум на землетрясение. Я — нет. Стоявшая за этим выводом логика была простой. Землетрясение в этом краю — явление крайне редкие, а играющие в пятнашки дракон и единорог — нет. Начинался самый обыкновенный день, то есть обыкновенный для юного мага в учениках у демона. Если б я мог хоть с какой-то степенью точности предсказать будущее и таким образом предугадать грядущие события, то, вероятно, остался бы в постели. Я хочу сказать, что умение драться никогда не относилось к числу моих сильных сторон, а мысль схватиться с целой армией... Но я забегаю вперед. Разбудивший меня стук сотрясал здание и сопровождался грохотом множества рассыпавшихся по полу грязных тарелок. Второй стук получился еще более внушительным. Я обдумывал, не наплевать ли на все и не вернуться ли ко сну, но вдруг вспомнил, в каком состоянии мой наставник отправился спать прошлой ночью. Это живо вернуло меня к действительности. Сварливее демона Сызвра, только демон Сызвра, страдающий от похмелья. Я молниеносно вскочил на ноги и направился к двери. Мое проворство было вызвано скорее страхом, чем каким-то врожденным талантом. Рванув на себя дверь, я высунул голову наружу и обозрел местность. Окружение трактира казалось вполне нормальным. Сорняки совершенно обнаглели, вымахав местами выше, чем по грудь. Как-нибудь придется что-то с этим предпринять. Но мой наставник, кажется, не возражал против их буйного роста, а если я заведу об этом речь, то и буду логичным кандидатом в косцы. Поэтому я снова решил помалкивать на эту тему. Вместо этого я изучил разные примятые участки и недавно проторенные в этих зарослях тропы, пытаясь определить местонахождение или, во всяком случае, направление движения предмета моих поисков. Я уже почти убедил себя, что наступившая тишина продлится долго и можно спокойно возвращаться ко сну, когда земля снова задрожала. Я вздохнул, не твердо вытянулся во весь свой, какой ни на есть рост, и приготовился встретить натиск. Первым в моем поле зрения появился единорог. Здоровенные комья земли так и летели у него из-под копыт, когда он вынырнул из-за угла трактира справа от меня. «Лютик!» — прикрикнул я самым властным своим тоном. «Долю секунды спустя мне пришлось прыгнуть в убежище дверного проема, чтобы не быть растоптанным мчащимся зверем. Хотя я слегка обиделся на такое непослушание, но по-настоящему я его не винил. За ним гнался дракон, а дракон и не славится проворством, когда дело доходит до быстрых остановок. Словно откликаясь на мои мысли, теперь в мое поле зрения ворвался дракон. Или, если точнее не ворвался, а врезался сотрясший трактир. Как я сказал, драконы не славятся проворством. «Глип!» — крикнул я. — «Немедленно прекрати это!» Он ответил тем, что любовно махнул по мне хвостом, когда пролетал мимо. К счастью для меня, хвост совсем не попал в цель, ударив вместо этого по трактиру с еще одним бьющим по ушам стуком. Вот и вся польза от самого властного моего тона. Если двое наших верных питомцев будут хоть чуточку послушней, то мне повезет, и я останусь в живых, и все же надо было их остановить. Кто б там не сочинил бессмертную цитату, советующую не будить спящего дракона, ему явно никогда не приходилось возиться со спящим драконом. Несколько мгновений я изучал двух зверей, гоняющихся друг за другом среди сорняков, а затем решил уладить дело легким способом. Закрыв глаза, я представил себе их обоих, дракона и единорога. Затем наложил образ дракона на изображение единорога, придал ему несколькими мазками мысленной кисти побольше натуральности, а затем открыл глаза. Для моих глаз сцена выглядела той же самой, дракон и единорог друг против друга на поле сорняков. «Дело в том, что это я сам навел чары, и поэтому, естественно, не подвергся их воздействию. Истинный же их эффект можно было прочесть при акции Глипа». Он чуть склонил голову на бок и поглядел на Лютика сперва под одним углом зрения, затем под другим, до предела вытягивая свою длинную, гибкую шею. Затем повернул голову, пока совсем не оглянулся, и повторил процесс, осматривая окружающие сорняки, а потом снова посмотрел на Лютика. Для его глаз игравший с ним приятель внезапно исчез, сменившись другим драконом. Все это сильно сбивало с толку, и он хотел вернуть себе товарища по играм. Должен заступиться за своего зверька. Когда я говорю об отсутствии у него проворства, как физического, так и умственного, я вовсе не подразумеваю, что он неуклюж или глуп. Он просто молод, и это также объясняет его всего лишь десятифутовую длину и полусформировавшиеся крылья. Я вполне уверен, что когда он достигнет зрелости, лет этак через четыреста пятьсот, то будет очень ловким и мудрым, а это уже больше, чем я могу сказать о себе. В том маловероятном случае, если я проживу так долго, то буду всего-навсего старым. «Глиб?» Дракон теперь смотрел на меня. Дойдя до предела своих ограниченных умственных способностей, он обратился ко мне, просяя исправить положение или, по крайней мере, дать объяснение. Так как именно я и создал ситуацию, вызвавшую у него расстройство, то я почувствовал себя ужасно перед ним виноватым. И смиг колебался на грани возвращения лютику нормального облика. «Если ты совершенно уверен, что шумишь достаточно громко», я вздрогнул, услышав прогремевший прямо у меня за спиной глухой язвительный голос. Все мои усилия оказались тщетными, а ас проснулся. Я принял свой самый подходящий к случаю пристыженный вид и повернулся к нему лицом. Незачем и говорить, выглядел он ужасно. Если вы, возможно, думаете, что покрытый зеленой чешуей демон и так выглядит ужасно, то вы никогда не встречали этого демона в состоянии похмелья. Нормальные золотые крапинки в его желтых глазах сделались теперь медными и подчеркивались сеткой пульсирующих оранжевых вен. Губы его растянулись в болезненной гримасе, выставив на показ даже больше зубов, чем при его пугающей успокоительной улыбке. Стоя там в дверях, у перши в бока сжатые кулаки, он представлял собой картину достаточно страшную, чтоб вызвать обморок у паука-медведя. Но меня он не испугал. Я пробыл с азом уже больше года и знал, что он, как говорится, лает, но не кусает. Меня он, во всяком случае, никогда не кусал. — Вот это да, аз, — сказал я, выкапывая ямку носком ботинка. — Ты всегда говорил, что если кто-то не способен спать при любом грохоте, значит, не очень-то он и устал. Он оставил мою шпильку без внимания, как всегда, когда я ловлю его на его собственных цитатах. Вместо этого он прищурился, глядя через мое плечо на сцену за дверью. — Малыш, — проговорил он, — скажи мне, что ты тренируешься, скажи, что на самом деле ты не стибрил еще одного глупого дракона, дабы сделать нашу жизнь совсем несчастной. Я тренируюсь, — поспешил успокоить его я. И чтобы доказать это, быстро вернул Лютику нормальную внешность. Глиб радостно воскликнул дракон, и они снова принялись за свое. — На самом-то деле, — аз, — невинно сказал я, провоцируя последующее язвительное замечание. — Ну где бы я нашел другого дракона в этом измерении? — Если б его можно было найти здесь, на Пенте, ты бы его нашел, — прорычал он. — Вспомни, ты запросто нашел этого в первый же раз, когда я оставил тебя без присмотра. Ох уж эти мне ученики! Он повернулся и пошел с солнечного света в тусклый полумрак трактира. — Если память мне не изменяет, — заметил я, следуя за ним, — то это случилось на базаре Девы. — А оттуда я не могу притащить сюда другого дракона, так как ты не учишь меня путешествовать по измерениям. — Отцепись от меня, малыш, — простонал он. — Мы уже тысячу раз говорили об этом. Путешествовать по измерениям опасно. Смотри на меня. Застрял, лишившись своих способностей, в таком отсталом измерении, как Пент, где образ жизни варварский, а еда отвратительная. Ты лишился своих способностей, потому что Гаркин подбросил в свой котел спецэффектов тот порошок для розыгрыша и погиб, прежде чем смог дать тебе противоядие, — напомнил ему я. — Поосторожнее в выражениях, когда говоришь о своем прежнем учителе, — предупредил Аз. — Верно, этот старый болван иной раз чересчур увлекался розыгрышами, но он был мастером, магом и моим другом. Не будь он им, я бы не взвалил себе на шею его языкастого ученика, — закончил он, многозначительно поглядев на меня. — Прости, Аз, — извинялся я, — просто я, — слушай, малыш, — устало перебил он. — Будь при мне мои способности, чего обо мне не скажешь, и будь ты готов научиться прыгать по измерениям, чего не скажешь о тебе, мы могли бы попробовать заняться этим. Тогда, если б ты ошибся в расчетах и свалил нас не в то измерение, я смог бы вытащить нас оттуда, прежде чем случится что-то плохое. А при теперешнем положении дел пытаться научить тебя прыгать по измерениям будет поопасней, чем играть в русскую рулетку. — А что такое русская рулетка? — спросил я. Трактир содрогнулся, когда Глиб снова не вписался в поворот за угол. — Когда ты научишь своего глупого дракона играть на другой стороне дороги? — зарычал Аз, вытягивая шею и зло глядя в окно. — Я работаю над этим, Аз, — успокаивающе проговорил я. — Вспомни, мне потребовалось почти целый год его одомашнивать. — Лучше не напоминай, — пробурчал Аз. — Будь моя воля, мы бы... Внезапно он оборвал фразу и чуть склонил голову на бок. — Тебе лучше замаскировать дракона, малыш, — объявил он вдруг. И опять прикинуться сомнительным типом. — У нас скоро будет гость. Я не стал спорить. Мы давным-давно установили, что слух у Аза намного острее, чем у меня. — Верно, Аз, — признал я и поспешил выполнять его указания. Если используешь в качестве опорного пункта трактир, пусть даже заброшенный или обветшалый, то, нравится тебе это или нет, туда время от времени будут заходить в поисках пищи и крова. Магия в этих краях все еще считалась вне закона, и свидетели нам требовались в последнюю очередь. Глава 2 Первые впечатления важнее всего, так как они самые стойкие. Джимми Картер Трактир мы с Азом приобрели при довольно сомнительных обстоятельствах. А если быть более точным, он достался нам в качестве военного трофея после битвы, где мы двое, с помощью пары союзников, ныне отсутствующих, наголову разгромили Иштвана, мага-маньяка, и выгнали его за шеи в далекое измерение вместе со всеми уцелевшими его сообщниками. Трактир был опорным пунктом Иштвана, но теперь он стал нашим. У кого и как приобрел его Иштван, я и знать не хотел, но жил в страхе перед встречей с законом владельцем трактира, несмотря на постоянные заверения Ааза в маловероятности такого исхода. Я не мог не вспомнить все это, дожидаясь перед трактиром нашего гостя. Как я сказал, у Ааза очень хороший слух. Говоря мне, что он слышит что-то неподалеку, он часто забывает упомянуть, что это неподалеку может быть больше, чем в миле от нас. За время нашей дружбы я также заметил, что слух у него до странности не постоянен. Он может за полмили услышать, как чешется ящера-птица, но иной расскажется не в состоянии уловить самых вежливых просьб, как бы громко я их не выкрикивал. По-прежнему нигде не наблюдалось никаких признаков приближающегося гостя. Я было подумал, не убраться ли с утреннего солнца обратно в трактир, но все же решил, что не стоит. Сцена к прибытию гостя была тщательно подготовлена, и мне не хотелось что-либо в ней менять из-за какого-то там личного неудобства. Я щедро применил чары личины, маскируя лютика, глипа и себя. Глип теперь выглядел словно единорог. И лютика такая перемена, кажется, ни чуточки не взволновала. Очевидно, единороги менее привередливы в выборе товарищей по играм, чем драконы. Я сделал их обоих куда более растрепанными и неухоженными на вид, чем они были на самом деле. Это требовалось для подкрепления образа, вызываемого моим собственным видом. Еще в самом начале нашего проживания в трактире мы с ААЗом решили, что наилучший способ обращения с незваными гостями не угрожать им и не пугать, а просто предстать такими отталкивающими, что они сами уберутся по добру, по здорову. Для этой цели я изобрел личину, предназначенную убедить посторонних в том, что они не хотят быть в одном трактире со мной, как невелик трактир, и сколько бы там ни было других людей. В этой личине мне полагалось под видом владельца трактира приветствовать заблудших путешественников. Должен скромно признать, что личина эта имела шумный успех. Фактически многие гости реагировали на нее именно шумно. Одни вопили, другим, похоже, делалось дурно, а иные чертили в воздухе различные религиозные символы. Никто из них не решился переночевать. Когда я экспериментировал с физическими недостатками, ААС правильно заметил, что людей не смущает один какой-нибудь, даже очень отталкивающий недостаток. Например, в таком измерении, как пент, большинство сочтет это нормой. Для гарантии желаемого эффекта я набрал их побольше. Нося личину, я ходил хромой, горбатый и с деформированной рукой, явно пораженной какой-то болезнью. Редкие зубы во рту были кривыми и желтыми, а один глаз имел склонность функционировать независимо от другого. Вообще все лицо не отличалось симметричностью, и шедевр моих способностей по грязным волосам и рваной одежде у меня ползали отвратительного вида насекомые. Общий эффект был ужасающий. Даже Аас признавался, что ему просто делалось не по себе. А если учесть, что он повидал в путешествиях по измерениям, то это и впрямь можно было считать высокой похвалой. Мои размышления прервало появление в поле зрения нашего гостя. Он сидел прямой, как палка, верхом на огромной, нелетающей ездовой птице. Он не носил незаметного глазу оружия, ни мундира, но выправка выдавала в нем солдата. Гораздо красноречивее любых внешних причиндалов. Его настороженные глаза постоянно с подозрением зыркали по сторонам, когда он медленным осторожным шагом подвел птицу к трактиру. Довольно странно, что его взгляд несколько раз прошелся по мне, но так и не зафиксировал моего присутствия. Наверное, он и не понял, что я живой. Мне это не понравилось. Человек походил скорее на охотника, чем на случайного путника. И все же он оказался здесь, и им требовалось заняться. Я приступил к разыгрыванию своей роли. Благородному господину надобно комната, говоря это, я двинулся вперед своей хорошо отрепетированной шаткой походкой. На тот случай, если до него не дошли тонкости моей личины, я дал большому сгустку слюны просочиться из уголка рта, откуда она беспрепятственно стекла мне на подбородок. На миг все внимание всадника ушло на украшение его транспортного средства. Не летающая она или нет, но птица попыталась подняться в воздух. Очевидно, моя личина задела какую-то первозданную струну в мозгу птицы, восходящую к временам предшествующим ее нелетающим предкам. Я ждал с любопытством, чуть склонив голову набок, пока всадник не вынудил птицу стоять пусть и неспокойно, но не двигаясь. Наконец он на миг переключил внимание на меня, а затем отвел взгляд и внимательно уставился на небо. «Я разыскиваю некоего человека, известного как Скиф Мак», сообщил он мне. «Теперь настала моя очередь подпрыгнуть». Насколько мне известно, кроме Ааза и меня, никто не знал, кто я и что я, не говоря уже о том, где я. «Это моя!» — выпалил я, забывшись своим настоящим голосом. Всадник обратил полный ужасовзор ко мне, и я вспомнил про свою внешность. «Это моя, хозяин!» — поспешно поправился я. «Подожди, сейчас приведу». Я повернулся и поспешно шмыгнул обратно в трактир. А Ааз поджидал за дверью. «Что такое?» — потребовал он ответа. «Он... он хочет поговорить со Скифом. Со мной!» — нервно выпалил я. «Вот так? Что же тогда ты делаешь здесь? Выйди и поговори с ним!» — назидательно сказал он. «В таком виде?» А Ааз раздраженно закатил глаза к потолку. «Кого волнует твой вид?» — рявкнул он. «Брось, малыш! Это же совершенно посторонний человек. Меня волнует!» — заявил я, высокомерно вытянувшись. «Этот человек спрашивал Скифа-мага. И мне думается...» «Спрашивал кого?» — перебил Ааз. «Он спрашивал Скифа-мага», — повторил я, незаметно изучая фигуру за дверью. «По-моему, он выглядит похожим на солдата», — добавил я. «А по-моему, он выглядит напуганным», — резко отозвался Ааз. «Может быть, тебе следует в другой раз чуточку сбавить тон в своей личине?» «Ты думаешь, он охотник на демонов?» — нервно спросил я. Вместо ответа на мой вопрос Ааз внезапно отвернулся от окна. «Если ему нужен маг, мы дадим ему мага», — пробормотал он себе под нос. «Быстро, малыш, налепи на меня личину Гаркина». Я уже говорил, Гаркин был моим первым наставником в искусстве магии. Его внушительная фигура с седоватой бородой была у нас признана одной из самых любимых и чаще всего применяемых личин. Гаркина я мог слепить даже во сне. «Годится, малыш», — заметил Ааз, наблюдая итоги моей работы. «А теперь не отставай от меня ни на шаг и предоставь говорить мне». «Как это?» — воскликнул я. «Успокойся, малыш», — утихомирил он меня. «На время этого разговора я буду тобой. Понятно?» Не дожидаясь моего ответа, Ааз уже выходил за дверь, не оставив мне иного выбора, кроме как следовать за ним. «Кто просит аудиенции у великого Скива?» — проревел резонирующим басом Ааз. Всадник бросил еще один нервный взгляд на меня, а затем вытянулся, приняв сугубо официальный вид. «Я прибыл посланцем от его наиблагороднейшего величества Родрика V, короля Пасилтума, который...» «А где Пасилтум?» — перебил Ааз. «Простите?» — моргнул всадник. «Пасилтум!» — повторил Ааз. «Где он?» «О!» — внезапно понял всадник. «Это королевство сразу к востоку отсюда, по другую сторону реки Эмбер. Его нельзя не заметить». «Ладно!» — кивнул Ааз. «Продолжайте». Всадник набрал в легкие побольше воздуху, а затем заколебался, наморчив лоб. «Король Пасилтума!» — подтолкнул его я. «Ах, да, спасибо!» Всадник сверкнул в мою сторону улыбкой, затем бросил еще один быстрый взгляд на меня и выдал тираду. «Король Пасилтума свидетельствует о своем почтении и шлет привет тому, кто известен как Скиф-маг». Он остановился и выжидающе посмотрел на Ааза. Его вознаградили вежливым кивком. Удовлетворенный этим, гость продолжил. «Его величество приглашает Скифа-мага явиться ко двору Пасилтума, дабы установить там, годен ли он занять должность придворного мага?» «Я вообще-то не чувствую себя достойным судить о том, годен ли король быть придворным магом», скромно отозвался Аз, внимательно разглядывая всадника. «Разве он недоволен должностью просто короля?» «Нет-нет», — поспешно поправился всадник, «король хочет установить, годитесь ли в маге вы». «О-о-о!» — вроде бы внезапно понял Аз. «Вот это совсем другое дело, ну-ну, приглашение со стороны, как бишь его». «Родрик Пятый», — объявил всадник, высокомерно вскинув голову. «Ну-о-о!» — широко усмехнулся Аз. «Я никогда не отказывался от Пятого». Всадник моргнул и нахмурился, а затем вопросительно глянул на меня. Я пожал плечами, так как и сам не понял шутки. «Можете передать его величеству, продолжал, не замечая нашего недоумения Аз, что я буду счастлив принять его любезное приглашение. Я прибуду к его двору в ближайшее удобное для меня время», — всадник нахмурился. «Мне кажется, его величество требует вашего немедленного присутствия, сумрачно заметил он. «Конечно», — гладко ответил Аз. «Какой же я глупый! Если вы примете наше гостеприимство и переночуете у нас, мы с моим ассистентом будем очень рады сопровождать вас утром». Я тут же понял, что от меня требовалось, и, пустив слюну, оскалил зубы в сторону посланца. Садник бросил на меня полный ужаса взгляд. «На самом-то деле», — поспешно сказал он, «мне действительно надо ехать. Я сообщу его величеству, что вы в скорости последуете за мной». «Вы уверены, что не хотите переночевать?» — с надеждой спросил Аз. «Убежден», — всадник чуть ли не выкрикнул ответ, разворачивая от нас свою птицу. «А ладно», — утешился Аз. «Возможно, мы вас нагоним в пути». «В таком случае», — решил всадник, поудобнее устраиваясь в седле, «мне понадобится фора, то есть мне лучше поспешить с объявлением о вашем прибытии». Я поднял руку в прощальном взмахе, но он уже двигался быстрым шагом, побуждая свою птицу к еще большей скорости и не обращая на меня ни малейшего внимания. «Превосходно!» — воскликнул Аз, радостно потирая руки. «Придворный маг! Какая халявная работенка!» «А ведь поначалу день не задался!» «Если мне дозволено перебить, перебил я, то в твоем плане есть один небольшой недостаток». «М? Какой именно?» «Я не хочу быть придворным магом!» Как обычно, мой протест ни чуточки не умерил его энтузиазма. «Ты и магом тоже не хотел быть», — Безобиняков напомнил он мне. «Ты хотел быть вором!» «Ну вот тут тебе хороший компромисс. В качестве придворного мага ты будешь государственным служащим, а государственные служащие воруют так, как тебе и не снилось!» Глава третья. «Девяносто процентов всех сделок состоят в продаже клиенту самого себя» — Ксавьера Холландер. «Давай посмотрим, верно ли я понял», — осторожно начал я. «Ты говоришь, что меня, по всей вероятности, не наймут на основании моих способностей». Я не мог поверить, что правильно истолковал лекцию Аза, но тот так и излучал энтузиазм. «Совершенно верно, малыш», — одобрил он. «Вот теперь ты и уловил». «Нет, не уловил», — возразил я. «Это самая бредовая затея, о какой я когда-либо слышал». Аз застонал и уткнулся лицом в ладони. И так это продолжалось все три дня с тех пор, как мы покинули трактир. «Любого бы довели стоны демона». «Извини, Аз», — раздраженно произнес я, «но что-то мне не верится. Я принимал на веру многое, сказанного тобой, но это... это противоречит здравому смыслу». «Да какое имеет к этому отношение здравый смысл?» — взорвался он. «Мы говорим о собеседовании для поступления на работу». При этой вспышке Лютик фыркнул и мотнул головой, вынудив нас отскочить за пределы досягаемости его рога. «Спокойно, Лютик!» — постарался я обратиться к нему поласковее. Хотя и выкатывая по-прежнему глаза, единорог возобновил свой исторический труд, и, груженная нашим сновежением волокуша, тащилась за ним по-прежнему в целости. Несмотря на происшествие вроде случившегося недавнего трактира, мы с Лютиком ладили довольно хорошо, и обычно он меня слушался. Напротив отношения с ААЗом у них, в общем-то, так и не сложились, особенно когда последний вздумывал гневно повышать голос. «Будь с ним всего-навсего помягче», — авторитетно наставлял я ААЗа. «Попробуй как-нибудь». «Чем пускать пыль в глаза своим сомнительным взаимопониманием с животными», — огрызнулся ААЗ, «мог бы и позвать обратно дракона. Нам не хватало только, чтобы он взбаламутил всю округу». Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Он был прав. Глиб исчез. Опять. «Глиб!» — позвал я. «Иди сюда, приятель!» «Глиб!» — донесся ответный крик. Кусты слева от нас раздвинулись, и оттуда высунулась драконья голова. «Глиб!» — осведомился он, чуть склонив голову набок. «Иди сюда!» — повторил я. Ни в каком дальнейшем поощрении мой зверек не нуждался. Выпрыгнув на открытое место, он рысью бросился ко мне. «Я по-прежнему утверждаю, что нам следовало оставить этого глупого дракона в трактире!» — пробурчал Аас. Я пропустил его слова мимо ушей, удостоверяясь, все ли по-прежнему в порядке со снаряжением, висевшим на спине у дракона на манер седельных сумок. «Лично я считал, что мы везем чересчур много личного имущества, но Аас настоял на своем. Глиб попытался любовно ткнуться в меня мордой, и я уловил аромат его дыхание. Какой-то миг я готов был согласиться с Аасом, предлагавшим оставить дракона в трактире. «Что ты такое говорил о собеседованиях для поступления на работу?» — спросил я, и для того, чтобы сменить тему, и для сокрытия дурноты от зловония. «Знаю, это кажется нелепым, малыш», — провозгласил с неожиданной искренностью Аас. «И так оно и есть, но на свете существует много нелепостей, особенно в этом измерении. Это не означает, что мы не должны иметь с ними дела». Высказанная Аасом мысль заставила меня призадуматься. Многим показалось бы нелепостью путешествовать в обществе демона и дракона. Фактически, если как следует поразмыслить, это казалось нелепостью и мне. «Ладно, Аас», — уступил наконец я, «я могу принять существование нелепостей как реальность. А теперь попробуй еще раз объяснить мне эту затею с работой придворным магом». Мы снова продолжили путь, покуда Аас приводил в порядок свои мысли. Для разнообразия Глиб мирно трусил рядом с Лютиком, вместо того, чтобы учинить очередную исследовательскую вылазку в кусты. «Попытайся понять», — сказал наконец Аас. «Придворные маги мало работают, по крайней мере, магические. Их держат, главным образом, ради престижа, ради демонстрации того, что двор достаточно состоятелен, чтобы иметь и мага. Их редко призывают что-нибудь сделать. Будь ты шутом, тебя б завалили работой до упаду, но магу это не грозит. Вспомни, большинство людей побаивается магией и пользуется ею как можно реже». «Если это так, уверенно сказал я, то я вполне годен. В своей способности ничего не делать, я не уступлю любому магу на пенте». «Тут спору нет», — сухо заметил Ас. «Но это еще не все. Для сохранения работы не требуется почти никаких усилий, а вот получение работы может обернуться тяжелой борьбой». «А-а-а», — произнес я, без энтузиазма. «Так вот, для получения работы тебе придется произвести впечатление на короля, и, вероятно, на его советников», продолжал Ас. «Тебе придется произвести на них впечатление собой, а не своими способностями». «Как-как?» — хмуро поинтересовался я. «Слушай, малыш, я сказал, придворный маг — это витрина, выставленная на показ богатства. Им нужен тот, кого приятно держать при дворе, кто производит впечатление, неважно, делает он что-нибудь или нет. Ты должен излучать уверенность, и самое главное, тебе понадобится выглядеть похожим на мага, или, по крайней мере, соответствовать их представлению о маге. Если сможешь одеться как маг, говорить как маг и вести себя как маг, то, возможно, никто и не заметит, что у тебя нет способностей, мага». «Спасибо, Ас», — поморщился я. «Ты как никто умеешь предать человеку уверенности в себе. Ну, не сердись», — принялся он увещевать меня. «Ты знаешь, как левитировать довольно большие предметы, умеешь в какой-то мере летать и отлично научился чарам личины. Для начинающего ты справляешься весьма неплохо, но не обманывайся на свой счет и не считай себя даже приблизившимся к статусу мастера-мага». Он был, конечно, прав, но мне очень не хотелось этого признавать. «Если я такой неуклюжий незнайка», натянутый проговорил я, «то зачем же мы суемся в придворные маги?» Ас раздраженно оскалил зубы. «Ты не слушаешь, малыш», — зарычал он. «Удержать работу, коль скоро ты ее получишь, будет проще простого. С этим ты можешь справиться и сейчас. Сложно будет добиться найма. К счастью, с помощью немногих мелких модификаций и небольшой тренировки мы, думается, сможем подготовить тебя для приличного общества». «Каких, к примеру, модификаций?» спросил я с невольным любопытством. Ас устроил целый спектакль и заглядывание меня с головы до ног. «Для начала», — решил он, «надо заняться твоей одеждой». «А чем плоха моя одежда?» возразил я, защищаясь. «Совершенно ничем», — невинно ответил он, «то есть, если ты хочешь, чтобы в тебе видели неотесного крестьянина с навозом на сапогах. Но если ты собираешься стать придворным магом, ну, это другое дело. Никакой уважаемый маг никому не попадается на глаза в таком наряде». «Но я уважаемый маг?» — заспорил я. «В самом деле, кем уважаемый?» Тут он меня поймал, и я впал в молчание. «Вот это-то обстоятельство я и предвидел увозя из трактира кое-какие вещицы», — продолжал Ас, указывая величественным взмахом руки на груз Лютика. «Я-то думал, ты просто обчищал это заведение», — сухо сказал я. «Поосторожнее в выражениях, малыш», — предупредил он. «Это все для твоего же блага». «В самом деле, разве ты совсем ничего не ждешь для себя от этой операции?» Мой сарказм, как обычно, пропал в туне. «О, я буду рядом», — признал он. «Об этом не беспокойся. На публике я буду твоим учеником». «Моим учеником?» «Эта работа стала вдруг казаться мне более привлекательной». «На публике», — поспешно повторил ААС, «наедине ты будешь продолжать свои уроки как обычно. Помни об этом, прежде чем начнешь резвиться, командуя своим учеником». «Конечно, ААС», — заверил я его. «Так что ты там говорил о моей одежде?» Он бросил на меня косой взгляд, явно с подозрением отнесясь к моему внезапному энтузиазму. «Хотя думаю, в том, как я теперь одет, нет ничего плохого», — добавил я, театрально нахмурившись. Это, кажется, его немного успокоило. «В том, как ты теперь одет, все плохо», — проворчал он. «Нам повезло, что те два беса оставили тут почти весь свой гардероб, когда мы отправили их в Зашей вместе с Иштваном. Хиггинс и Брокхерст?» «Да они самые», — зло усмехнулся ААС, вспоминая случившееся. «Одно можно с уверенностью сказать в пользу бесов. Они хоть и уступают дьяволом по части торговли, но одеваются щегольски». «Мне как-то трудно поверить, что все уложенное тобой в узлы добро — гардероб», — скептически заметил я. «Ну, конечно, нет», — простонал мой наставник. «Это снаряжение для спецэффектов». «Спецэффектов?» «Неужели ты ничего не помнишь, малыш?» — нахмурился ААС. «Я говорил тебе все это, когда мы впервые встретились. Как бы ни были легки магические манипуляции нельзя допускать, чтобы они выглядели легкими. Нужно немного бутафории, начерченная линия, ну, знаешь, как у Гаркина». В хижине Гаркина, где я впервые познакомился с магией, было полно свечей, пузырьков со странными порошками, пыльных книг, настоящее логово мага. Конечно, с тех пор я выяснил, что большая часть его имущества не требовалась для настоящего занятия собственно магией. Я начинал понимать, что я имел в виду Ас, говоря мне о необходимости научиться устраивать спектакли. «У нас много всякого добра, которое мы можем пустить в ход, представляя тебя двору», продолжал Ас. «Покинув трактир, Иштвы наставил там полно своего барахла, и ты найдешь среди него несколько знакомых предметов, когда мы разгрузимся». «По-моему, бесы прихватили с собой в трактир кое-что из снаряжения Гаркина». «В самом деле искренне заинтересовался я». «Они забрали жаровню Гаркина?» «Жаровню?» нахмурился наставник. «Да ты помнишь, пояснил я, ты пил из нее вино, когда впервые прибыл». «Совершенно верно». «Да, по-моему, я видел ее там. А что?» «Да так ничего», невинно ответил я. «Я всегда ее любил, вот и все». «Наблюдая из-за спины Гаркина за его кухней в дни раннего ученичества, я знал, что у этой жаровни имели секреты, которые мне до смерти хотелось выяснить. И еще я знал, что хочу по возможности приберечь ее в качестве сюрприза для Ааза». «Нам придется также кое-что сделать и с твоей внешностью», задумчиво продолжал Ааз. «Что ты имеешь в виду?» «Ты слишком молод», ответил он, предвосхищая мой вопрос. «Никто не наймет юного мага. Всем нужен бывалый и опытный. Если мы...» Внезапно он оборвал фразу и вытянул шею, оглядываясь по сторонам. «Малыш!» осторожно произнес он, изучая небо. «Твой дракон снова пропал». Я быстро осмотрелся. Он был прав. «Глиб!» позвал я. «Сюда, дружище!» Голова дракона появилась из глубин кустарника позади нас, и с пасти у него торчало с болтающимися ногами. Но прежде чем я сумел опознать точно, мой зверек сглотнул, и это что-то исчезло. «Глиб!» гордо сказал он, облизывая губы длинным раздвоенным языком. «Глупый дракон!» мрачно пробурчал Ааз. «Прокормить его недорого», возразил я, играя на известной мне скволыжной природе Ааза. «Пока мы ждали, когда дракон нас нагонит, у меня нашлось время поразмыслить о том, что на сей раз я не испытывал угрызений совести из-за участия в одной из афер Ааза. Если ничего не подозревающий Родрик пятый попадется на нашу шараду и наймет нас, то, вне всякого сомнения, он получит больше, чем выторговал». Глава четвертая. «Если были сделаны надлежащие приготовления и приняты необходимые меры предосторожности, то любому намечаемому делу гарантирован успех. Этелерет не готовый». Свеча зажглась от наилегчайшего дуновения моей мысли. Обрадовавшись, я погасил ее и попробовал опять. Беглый взгляд искоса, мимолетное сосредоточение воли и дымящийся фитиль снова вспыхнул огнем. я погасил пламя и сидел улыбаясь знакомой свече. Это было первым настоящим доказательством того, насколько развились за последний год мои магические способности. Эту свечу я знал еще по годам ученичества у Гаркина. В те дни она была моим главным врагом. Тогда мне не удавалось ее зажечь, даже фокусируя на ней всю свою энергию, но теперь я снова глянул на фитиль, повторил упражнение и уверенность моя все росла по мере того, как я понимал, насколько легко могу теперь сделать то, что некогда считал невозможным. Ты кончишь ты наконец баловаться со свечой? При звуке раздраженного голоса Аза я так и подпрыгнул, едва не опрокинул свечу и не запалив одеяло. Извини, Аз, я поспешно погасил свечу в последний раз. Я просто ты пришел сюда на прослушивание для занятия должности придворного мага, перебил он, а не на городскую рождественскую елку. Я подумывал, не спросить ли, что такое рождественская елка, но решил, что не стоит. Аз казался необычно раздражительным и нервным, и я не сомневался, что как бы я не сформулировал свой вопрос, ответ будет саркастическим и малополезным. Глупое мигание свечи, пробурчал Аз, привлечет внимание всех стражников в замке. Я думал, мы и пытаемся привлечь их внимание, сказал я, но Аз проигнорировал меня, разглядывая замок в свете раннего утра. Ему не приходилось особенно вглядываться, так как мы разбили лагерь посреди дороги совсем рядом с главными воротами замка. Как я сказал, у меня сложилось впечатление, что наше местоположение избрано именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Мы прокрались в это место глухой ночью, неуклюже нашаривая дорогу между скопившимися у главных ворот спящими зданиями. Не желая зажигать свет, мы распаковались лишь минимально, но даже в темноте я узнал свечу Гаркина. Все это было как-то связано с тем, что Аз назвал драматическим появлением. Насколько я понимал, все это означало, что нам ничего нельзя делать легким способом. Наша внешность тоже была старательно перекроена для пущего эффекта с помощью брошенного бесами гардероба и моих чар-личины. Аза снабдили теперь уже традиционной моей личиной сомнительного типа. Глиб в личине единорога мирно стоял рядом с лютиком. Они создавали отличную пару. Внимание наше, однако, сфокусировалось главным образом на моей внешности. И я и Аз соглашались, что личина Гаркина для этой цели не подойдет. Я в своем естественном виде выглядел слишком юным. Гаркин, напротив, покажется слишком старым. А так как мы, в общем-то, могли выбрать любой нужный нам образ, то решили явить мага лет тридцати пяти. Молодого, но не юнца, опытного, но не старого, могущественного, но все еще обучающегося. Для достижения этой личины потребовалось потрудиться немножко больше обычного, поскольку в памяти у меня не содержалось мысленного образа, который я мог бы наложить на свой. Вместо этого я закрыл глаза и представил себя таким, каким выгляжу обычно, а затем постепенно стер черты, пока лицо у меня не стало чистым холстом, годным для начала работы. С тем я к ней и приступил, а внимательно следивший за всем ААС вносил свои коррективы. В первую очередь я изменил свой рост, перестраивая образ, пока новая фигура не сделалась на полторы головы выше моего действительно невысокого роста. Следующими были волосы, и я сменил свою клубнично-рыжую гриву на более зловещую, черную, одновременно сделав себе кожу на несколько оттенков темнее. Больше всего хлопот доставило нам лицо. Удлини немного подбородок, распорядился ААС, приставь к нему бороду, не такую большую глупой, всего лишь маленькую бородку испаньолку, вот так лучше, а теперь опусти пониже бакенбарды, отлично, нарасти нос, сузь его, брови сделай покустисти, нет, верни им прежний вид и вместо этого упрячь глаза немного поглубже в глазницы, черт возьми, измени цвет глаз, сделай их карими, отлично, а теперь пару морщин посреди лба, хорошо, вот так должно сойти. Я уставился на возникшую у меня в голове фигуру, она выглядела вполне эффектно и может быть чуть более зловещей, чем скроил бы я сам, будь моя воля, но ААС был специалистом и мне приходилось полагаться на его суждение, я открыл глаза, восхитительно, малыш, просиял ААС, а теперь надень ту оставленную бесами черную мантию с красно-золотой оторочкой и получится то, что надо, украшение любого двора. «Эй там, убирайтесь, вы загораживаете дорогу!» Этот грубый приказ резко вернул мои мысли к настоящему. К нашему простенькому биваку энергично приближался солдат, блистая кожными доспехами и размахивая зловещей на вид алебардой. Ворота за ним были слегка приоткрыты и я увидел головы еще нескольких солдат с любопытством наблюдающих за нами. Теперь при лучшем освещении я смог яснее разглядеть стену. Стена эта была не ахти какой высотой едва ли в 10 футов. Это вполне соответствовало масштабам королевства. Судя по всему увиденному нами после перехода границы оно тоже было не ахти какое. «Вы что, оглохли?» ряфкнул подходя солдат. «Я сказал, убирайтесь!» Ас шмыгнул вперед и преградил путь солдату. «Прибыл скиф великолепный! объявил он и он мне наплевать кто вы!» прорычал солдат и не теряя времени выставил алебарду между собой и обращавшейся к нему фигурой. «Вам нельзя!» Он внезапно осекся, когда алебарда выскочила у него из рук и поплыла горизонтально в воздухе, пока не образовала преграду между ним и Агазом. Вызвал это происшествие я. Простое применение левитации. Невзирая на запланированный нами начальный ход, что мне следует прямо сейчас приложить руку к происходящему, пока оно совсем не отбилось от рук. «Я скиф!» прогремел я, форсируя голос дорезонирующего баса. «А тот, кому вы пытаетесь угрожать своим жалким оружием, мой ассистент!» Мы явились в ответ на приглашение Родрика V, короля Пасилтума. «Вот именно, Ханыга!» зло глянул на солдата Ас. «А теперь будь любезен, сбегай и сообщи, что мы здесь, а?» Как я заметил ранее, все это готовилось для произведения пущего впечатления на население, но, очевидно, этот солдат не читал сценария, он не съежился в ужасе и не сжался от страха. «Если наш небольшой спектакль и произвел на него какое-то воздействие, то прямо противоположное. Мак, да?» насмешливо улыбнулся он. «На этот счет у меня есть приказ, касающийся всех. Зайдите в замок с противоположной стороны. Это застало нас врасплох. Ну, по крайней мере, меня. По нашему плану нам полагалось спорить, войдем ли мы в замок, чтобы предстать перед королем, или королю самому придется привести свой двор к нам за ворота. Вариант же оказаться отправленными к черному ходу нами не рассматривался. «С противоположной стороны, запылал гневом ас, вы смеете предлагать магу такого класса, как у моего мастера, войти через черный ход, словно в простом услуге?» Солдат не сдвинулся ни на дюйм. «Будь моя воля, я бы посмел предложить вам куда менее приятный вариант. А так у меня приказ. Вам придется войти в замок с противоположной стороны, как и всем другим». «Другим?» осторожно спросил я. «Совершенно верно», ухмыльнулся стражник. «Король со всем двором заседает на свежем воздухе, разбираясь со всеми вами, чудотворцами. В городе торчат все занюханные торговцы амулетами из восьми королевств. Некоторые из них стояли в очереди со вчерашнего полудня. А теперь обходите замок и перестаньте круто повернулся и замаршировал обратно к воротам, оставив свою алибарду висеть в воздухе. На сей раз и ААС лишился дара речи. Король явно пригласил заскочить к нему не только меня. Мы, похоже, вляпались крупные неприятности». Глава пятая Шерсть кожана зуб собачий считается первым рецептом взрывчатой смеси предтечей пороха. Что будем делать, АС? Убравшись за пределы слышимости стражника, я смог вернуться к своим нормальным голосу и манере выражаться, хотя мою физическую личину по-прежнему требовалось поддерживать в целости. «Пустяки!» откликнулся он. «Упакуем вещички и обойдем замок кругом». «Ты что, не слышал, малыш?» «Но что нам делать с...» Но АС уже принялся за работу, вновь укладывая немногие распакованные нами предметы. «Ничего не трогай, мы можем допустить, чтобы кто-то увидел тебя за черной работой. Это вредно для образа». «Он сказал, здесь есть и другие маги», выпалил наконец я. «Да, и что из этого? Ну и что же нам делать?» «Я же сказал тебе», нахмурился АС, «упакуем свои вещички и что нам делать с другими магами?» «Делать? Мы ничего не будем делать. Ты знаешь ли еще и не дорос до поединков?» Он закончил упаковываться и, отступив на шаг, обозрел дело своих рук. Удовлетворенно кивнув, он обернулся и бросил взгляд мне на плечо. «Сделаешь что-нибудь с этой алебардой, а, малыш?» Я последовал за его взглядом. Алебарда стражника по-прежнему висела в воздухе. Хоть я и не думал о ней, часть моего мозга поддерживала ее в воздухе, пока я не решил, что с ней делать. Вопрос в том, что же все-таки мне с ней делать? «Скажи-ка, ААС», начал я, но ААС уже пошел вдоль стены. Я на миг застыл в нерешительности. Стражник убрался, и поэтому я не мог вернуть ему оружие. И все же дать Алебарде просто упасть на земь казалось почему-то неподобающе банальным. Не сумев придумать ничего оригинального, шиком, я решил отсрочить решение. А пока поспешил за ААСом, предоставив Алебарде плыть следом за мной, но чуть повыше, чтобы она не угрожала ни Глипу, ни Лютику. «Ты не ожидал, что здесь будут другие маги?» спросил я, поравнявшись со своим наставником. «Вообще-то нет», признался ААС. «Такая возможность, конечно, существовала, но я считал ее маловероятной. Впрочем, не так уж это и удивительно. Подобная работа должна приманивать конкурентов». Он не выглядел особенно расстроенным, и потому я попытался отнестись к новому повороту событий спокойнее. «Ладно», мягко сказал я. «В чем это меняет наши планы?» «Ни в чем». «Просто делай свое дело, как я тебе показывал, и все будет отлично». «Но если другие маги...» ААС резко остановился и повернулся лицом ко мне. «Слушай, малыш», серьезно произнес он, «если я все время твержу, что тебе еще очень далеко до мастера-мага, это вовсе не значит, что ты жалкий дилетант. Я бы не связывался с этим собеседованием, если бы считал тебя недостаточно умелым для такой работы». «Правда, ААС?» Он повернулся и снова пошел вдоль стены. «Имею в виду, Пен среди прочих измерений не славится своими магами. Ты не мастер, но мастера на дороге не валяются, держу пари, по сравнению с конкурентами ты будешь выглядеть как настоящий спец». Это имело смысл. ААС нисколько не скрывал своего низкого мнения о Пенте и населявших его Пентюхах, включая меня. От этой последней мысли мне захотелось попытаться выжать из него еще капельку успокаивающих заверений. «ААС?» «Да, малыш. Скажи честно, как ты оцениваешь мои шансы?» Последовал миг молчания. «Малыш, ты ведь всегда жалуешься, что я постоянно подрываю твою уверенность в себе». «Да». «Ну так вот, ради нас обоих не настаивай на слишком честной оценке». «Я не стал». Пройти через задние ворота оказалось нетрудно, в основном потому, что там и не было никаких ворот. К моему удивлению и отвращению ААЗа, стена окружала замок не со всех сторон. Насколько я мог судить, полностью выстроили лишь переднюю стену. Две боковые строились, а задние стены не существовало вообще». Тут мне следует кое-что разъяснить. Мое предположение, что боковые стены строились, основывалось скорее на наличии в конце стены лесов, чем на наблюдении какой-либо текущей деятельности. Если там и выполнялись какие-то работы, то вели их достаточно осторожно, чтобы не потревожить изобилующие вокруг лесов сорняки. У меня начали возникать серьезные сомнения насчет королевства, с которым я готовился связаться. Трудно было сказать, как именно обстояло дело со двором. То ли его превращали в сад, то ли он проигрывал битву с сорняками и кустами, запланировавшими все пространство там, где полагалось быть задней стене. Поскольку я вырос на ферме, мои знания о растении в основном сводились к тому, что если они несъедобны и не растут ровными рядами, то это сорняки. Словно в ответ на мои мысли Лютик вырвал большой клок из ближайшей группы растений и принялся с энтузиазмом жевать. Глиб понюхал тот же самый куст и отворотил нос. Все это я заметил лишь мимоходом. Мое внимание сфокусировалось главным образом на самом дворе. У стены дворца был устроен небольшой навес, укрывавший сидящую там фигуру, надо полагать короля. Около него стояли по бокам двое человек, а толпа разделялась на две группы. Первая стояла в довольно упорядоченной очереди вдоль одной стороны сада. Я решил, что это очередь ожидающих или скорее надеялся, что мы присоединимся именно к этой группе. Вторая группа сгрудилась в противоположной стороне сада и наблюдала за происходящим. Я не знал, кто это, отвергнутые претенденты или всего лишь любопытные зеваки. Внезапно мне попалась на глаза молодая пара в группе наблюдавших. Я не ожидал встретить здесь никаких знакомых лиц, но этих двоих я уже видел. И не только видел. Мы с ААЗом одно время выдавали себя за них, из-за чего нас потом и повесили. ААЗ, настойчиво зашептал я, ты видишь тех двоих вон там? Нет, ответил ААЗ, даже не повернув головы. Но это те самые. Забудь про них, строго ответил он. Наблюдай за судьями. Мы должны произвести впечатление именно на них. Мне пришлось признать, что в этом определенно был некоторый смысл, и я неохотно переключил внимание на фигуры под навесом. Король был на удивление молод, лет этак двадцати пяти. Взъерошенные курчавые волосы доходили ему до плеч, и в соединении с хрупким телосложением придавали ему почти женственный вид. Судя по его позе, либо эти собеседования шли уже довольно долго, либо он мастерски овладел искусством выглядеть скучающим до смерти. Человек слева нагнулся и, настойчиво зашептав что-то на ухо королю, получил в ответ неопределенный кивок. Этот человек, лишь немногим старше короля, но уже заметно полысевший, был одет в тунику и плащ желтовато-серого цвета и консервативного покроя. Непринужденная поза и спокойная осанка не могли скрыть цепкости взгляда, напомнившего мне хорька или ласку. Тут что-то зашевелилось справа от короля, и мое внимание переключилось туда. У меня возникло мгновенное впечатление массивной мохнатой глыбы, а затем я с ужасом сообразил, что это человек. Он был высок и широк, голову его венчали густые черные нечесанные кудри, а лицо почти полностью скрывали пышная борода и усы. Вот это-то соединение с тяжелым меховым плащом и придавало ему звероподобный вид, всецело поглотивший мое первое впечатление. Он сказал королю несколько коротких слов, а затем снова скрестил руки на груди в знак неоспоримости своего решения, прожигая при этом взглядом другого советника. Во время этой операции плащ его ненадолго распахнулся, и я мельком увидел сверкнувшую под ним кольчугу и прикрепленную к поясу массивную секиру. С таким человеком явно не стоило ссориться, однако его взгляд, кажется, не произвел особого впечатления на фигуру лосоватого, и тот прожег соперника своим не менее выразительным. Меня остро ткнули в ребра. «Видел?» настойчиво прошептал ас. «Что видел?» спросил я. «Королевских советников, генерала и казначея, если не ошибаюсь в своих догадках. Видел золотой медальон у генерала?» «Я видел у него секиру», прошептал я в ответ. Свет во дворе замка внезапно померк. Подняв голову, я разглядел, как у нас над головами скапливается, загораживая солнце, масса облаков. «Управление погодой», пробормотал ас. «Неплохо». И верно, стоящий теперь перед троном старик в красном плаще бурно пожестикулировал, подбросил в воздух облачко пурпурного порошка и тут же заморосил, падая мелкими каплями, дождик. Мой дух падал вместе с каплями. Даже при том, как я был тренирован аазом, моя магия выглядела бы не столь мощной и впечатляющей. «Ааз», растерянно зашептал я. Вместо ответа он взмахом руки велел мне помолчать и снова обратил свой взгляд к навесу. Последовав за его взглядом, я увидел, что генерал настойчиво говорит с королем. Король послушал, затем пожал плечами и что-то сказал магу. Что бы он там ни сказал, магу это не понравилось. Высокомерно вытянувшись, он повернулся, собираясь уйти, но лишь для того, чтобы король позвал его обратно. Показав на облака, король сказал еще несколько слов и откинулся на спинку кресла. Маг поколебался, потом пожал плечами и снова принялся совершать жесты и читать нараспев заклинания. «Его отвергли», заключил довольный Ааз. «Что же он тогда делает теперь?» «Убирай дождь перед началом следующего выступления», уведомил меня Ааз. И точно морось поуменьшилось, а облака начали рассеиваться к большому облегчению зрителей, которых, в отличие от короля, не укрывал от непогоды никакой навес. Однако эта новая демонстрация мощи мага мало укрепила мою падающую уверенность. «Ааз», прошептал я, «он лучший маг, чем я». «Да», отвечал Ааз, «ну и что?» «Ну, если отвергли его, то у меня нет ни одного шанса». «Может, да, может и нет. Насколько я могу судить, они ищут что-то определенное, кто знает. Вдруг у тебя оно есть? Помнишь, я тебе говорил, денежная работенка не всегда достается самым умелым, а чаще бывает совсем наоборот». «Да», попытался я казаться оптимистом, поправил меня Ааз. «А теперь что ты узнал, наблюдая за королевскими советниками?» «Они не любят друг друга», сразу отметил я. «Верно», Ааз казался удивленным и довольным. «Так вот, это значит, что ты, вероятно, не сможешь угодить им обоим. Тебе придется играть лишь на одного из них, или еще лучше оскорбить одного. Это быстрее всего сманит другого на твою сторону. Итак, кого бы ты предпочел в союзнике?» Это было легче его первого вопроса. «Генерала», твердо заявил я, «неправильно, тебе нужен казначей». «Казначей?» воскликнул я, выпалив это громче, чем собирался. «Ты видел, какого размера та секира на боку у генерала?» «Угу», ответил Ааз. «А ты слышал, что случилось с парнем, который выступал прежде, чем подошла очередь старины красного плаща?» Я закрыл глаза и удержался от первого резкого замечания. «Аз», проговорил я, старательно подбирая слова. «Ты меня хорошо помнишь. Я скиф, не умеющий слышать шепот за целую милю. Как обычно, Аз проигнорировал мой сарказм». «Так вот, тому парню даже не дали шанса показать свои возможности», уведомил он меня. Казначей бросил один единственный взгляд на приведенную им с собой ораву и спросил, сколько народу в его свите. «Восемь», ответил тот парень. «Слишком много», бросил казначей, и бедного парня тут же отпускают во свояси. «Ну и что из этого?» спросил я напрямик. «А то, что кошелек в руках казначея», заключил Аз. «И что еще важнее, у него больше влияния, чем у генерала. Посмотри на эти дурацкие стены». «Думаешь, военный человек оставил бы стены недостроенными, если бы последнее слово принадлежало ему?» «Кто-то решил, что на их строительство тратится слишком много денег, и этот проект отменили или заморозили. Держу пари этим кем-то, был никто иной, как казначей». «А может, у них камень кончился?» предположил я. «Брось, малыш! Судя по всему, что мы видели с тех пор, как пересекли границу, камни — основной злак на полях этого королевства. Но генерал...» «Говоря это, я снова поглядел в сторону генерала. К моему удивлению и неудобству, он смотрел прямо на меня. Взгляд этот был недружелюбным. Я смиг поколебался, надеясь, что ошибся, но нет, взгляд генерала не перемещался, а выражение лица не смягчалось. Если оно в чем-то и изменилось, так стало еще безобразнее. «А ас!» отчаянно зашипел я, не в состоянии оторвать глаз от генерала. Теперь король и казначей тоже смотрели в мою сторону. Их внимание привлек взгляд генерала. «Малыш!» простонал рядом со мной а ас. «По-моему, я сказал тебе сделать что-нибудь с этой алибардой!» «Алибарда!» «Я совсем забыл про нее!» Оторвав глаза от генерала, я как можно небрежнее оглянулся. Лютик и Глиб по-прежнему терпеливо стояли позади нас, а над ними мирно парила алибарда-стражника. Полагаю, со стороны это было довольно заметно. «Вы!» Я повернулся к павильону на звук рева. Генерал шагнул вперед, показывая на меня массивным пальцем. «Да вы!» проревел он, когда наши глаза снова встретились. «Где вы взяли эту алибарду? Она принадлежит дворцовой страже!» «По-моему, ты сейчас получишь свое собеседование, малыш!» пробормотал Аас. «Постарайся изо всех сил и вызвай у них столбняк. Но, запротестовал я, это куда лучше, чем стоять в очереди!» И с этими словами Аас сделал длинный неспешный шаг назад. Эффект получился точно такой же, как если б я шагнул вперед, чего я определенно не делал. Однако, поскольку внимание всего двора сосредоточилась теперь на мне, у меня не было иного выбора, кроме как сделать этот решительный шаг, как в омут головой. Глава шестая Вот это развлечение! Влад Пронзитель Скрестив руки на груди, я медленным и размеренным шагом двинулся к навесу. Аас настоял, чтобы я отработал такую походку. По его словам, она должна придать мне вид человека уверенного и полного самообладания. Теперь же, когда я действительно предстал перед королем, то обнаружил, что применяю эту походку не для демонстрации надменности, а для сокрытия слабости в коленках. Но! прогромыхал генерал, подойдя вплотную ко мне. Я, кажется, задал вопрос. Где вы взяли эту алибарду? Вам лучше ответить, пока я не рассердился. Во мне что-то лопнуло. Страх, какой я испытывал перед генералом и его секирой, испарился, сменившись головокружительным пыланием мощи. При своем первом визите на базар девы, я понял, что мне не нравится, когда на меня давят рослые горластые деволы. А теперь я открыл, что мне ничуть не больше нравится, когда такое исходит от рослых горластых собратьев пентюхов. Значит, этот верзила захотел поважничать. Что ж, легким движением мысли я вызвал алибарду. Не оборачиваясь, я заставил ее стрелой пролететь у меня над плечом по курсу, нацеленному прямо в грудь генералу. Генерал увидел ее приближение и побледнел. Он сделал неловкий шаг назад, но понял, что бежать уже слишком поздно и бешено зашарил в поисках секиры. Я остановил алибарду в трех футах от его груди с острием, направленным ему в сердце. — Эту алибарду? небрежно переспросил я. — А-а-а-а, ответил генерал, не сводя глаз с оружия. Я забрал эту алибарду у одного чересчур грубого солдата. Он сказал, что выполняет приказ. Не от вас ли случайно исходил этот приказ? — Я... — генерал провел языком по губам. — Я отдал своим людям приказ обращаться с чужеземцами, как подобает. Я ничего не говорил о том, чтобы вести себя невежливо. В таком случае я развернул алибарду на 90 градусов, чтобы она больше не угрожала генералу. Возвращаю вам алибарду, дабы вы могли вернуть ее стражнику вместе с разъяснением своего приказа. Генерал нахмурился, поколебался, а затем протянул руку, чтобы схватить плавающую в воздухе алибарду. Как раз перед тем, как он ее коснулся, я дал ей упасть наземь. Падение сопровождалось жутким лязгом. И будем надеяться с дополнительными указаниями насчет того, как обращаться со своим оружием. Закончил я. Генерал побагровел и начал было поднимать алибарду. Тут казначей захихикал, и генерал резко обернулся, чтобы прожечь его взглядом. Казначей откровенно ухмыльнулся и что-то шепнул королю, который, услышав его слова, попытался скрыть улыбку. Генерал снова обернулся ко мне, не обращая внимание на алибарду, и смерил меня взглядом с высоты своего роста. «Кто вы?» — спросил он тоном, подразумевающим, что мое имя сразу же займет первое место в списке приговоренных к публичной казни. «А кто спрашивает?» — ответил я с вызовом, все еще не полностью преодолев свой гнев. «Человек, к которому вы обращаетесь», — вмешался король, — «это Хью Плох Секир, командующий королевскими армиями по Силтума». «А я Дж. Р. Гримбл», — поспешно добавил казначей, боясь остаться в стороне, первый советник его величества. Генерал бросил на Гримбла еще один ненавидящий взгляд. «Я решил, что настало время перейти к делу. Я маг, известный под именем Скиф», — величественно начал я. «Я прибыл в ответ на любезное приглашение его наиблагороднейшего величества Родрика V». «Я умолк и слегка склонил голову в сторону короля, который улыбнулся и кивнул в ответ. Я прибыл определить для себя, следует ли мне согласиться на пост мага при дворе по Силтума». Слова в последней части фразы были тщательно подобраны Аазом. Ими предназначалось продемонстрировать мою уверенность, что выбор за мной. Эта тонкость не ускользнула от внимания казначея, и он критически поднял бровь, выражая свое отношение к услышанному. «Так вот, такой пост требует гарантии с обеих сторон», — продолжал я. «Я должен чувствовать, что буду щедро вознагражден за свою службу, а его величество должен убедиться, что мое умение достойно его субсидий». Я слегка повернулся и, повысив голос, обратился ко всему двору. «Щедрость короны по Силтума всем известна», — заявил я. «И я вполне уверен, что его величество вознаградит своих подданных сообразно их заслугам перед ним». Позади меня раздался придушенный звук, изданный, вероятно, генералом. Я проигнорировал его. «Следовательно, требуется всего лишь убедить его величество и его советников, что моего скромного умения действительно хватит для его надобностей». Я снова повернулся к трону, дав королю увидеть мою загадочную улыбку, отрицавшую скромность моих возможностей. «Ваше величество, способности мои многочисленны и разнообразны, однако суть мощи — это контроль. Поэтому, понимая, что вы человек занятой, я вместо того, чтобы терять время на коммерческие хитрости и мелкие демонстрации, вроде тех, что мы уже видели, сплету всего три заклинания, и, надеюсь, ваша мудрость воспримет стоящую за ними глубину». Я повернулся и, вытянув палец, показал на Глипа и Лютика. «Вон там моя призовая пара одинаковых единорогов», — драматически произнес я. «Не изволит ли ваше величество избрать одного из них?» Король удивленно моргнул, услышав, что его пригласили принять участие в моей демонстрации. Какой-то миг он колебался. «Угу, я выбираю того, что слева», — сказал, наконец, он, показывая на Лютика. «Я слегка поклонился. Отлично, ваше величество. По вашему велению это создание будет пощажено. Смотрите теперь внимательно на другое». На самом-то деле это был еще один трюк, которому меня научил Аас. «Называется он «Сила мага» и позволяет выступающему предлагать зрителям выбор, не давая им в действительности никакого выбора. Если бы король выбрал Глипа, я бы просто продолжил работу над созданием, обреченным его повелением. Я медленно навел палец на Глипа и слегка опустил голову. «Валла-валла, Вашингтон», — мрачно провозгласил я. Не знаю, что означают эти слова, но Аас заверил меня, что вся фраза связана с каким-то историческим прецедентом и может убедить народ, что я действительно делаю что-то сложное. «Алла-казам-шазам», — продолжил я, поднимая другую руку. «Крибли-крабли!» — я мысленно снял с Глипа личину. Толпа прореагировала аханьем, заглушив мое последнее бум-с-глип. Однако мой дракон услышал свое имя и прореагировал сразу же. Он вскинул голову и, проковыляв вперед, послушно встал рядом со мной. Как мы и запланировали, Аас тут же поплелся, спотыкаясь к месту неподалеку от головы Глипа и встал там наготове. Этим мы намеревались указать, что в силах управиться с любыми, могущими возникнуть затруднениями с драконом. Однако реакция толпы на присутствие Ааза превзошла ее ужас из-за превращения у нее на глазах единорогов дракона. Я и забыл, насколько действенна личина сомнительного типа. Боясь потерять инициативу, заданную началом моего выступления, я поспешил продолжить. «Этот несчастный урод...» «Мой ученик Ааз», — объявил я. «Возможно, вы гадаете, сможет ли он остановить дракона, если зверь рассверепеет. Теперь я вам скажу». «Нет, не сможет». Толпа нервно попятилась. Уголком глаза я увидел, как рука генерала скользнула к рукояти секиры. «Но зато смогу я. Вы теперь знаете, что силы тьмы знакомы мне, скиву». Я резко развернулся и ткнул пальцем в Ааза. «Фигли-мигли, донор-веттер!» Я снял личину с Ааза. Последовал миг ошеломленного молчания, а затем Ааз улыбнулся. Улыбка Ааза, как известно, делает даже сильных людей слабыми, а в толпе стояло не так уж и много сильных людей. Зрители чуть не растоптали друг друга, спеша отступить от демона, и их вопли перемешались с торопливо произносимыми защитными заклинаниями. Я снова повернулся к трону. Король и казначей, похоже, воспринимали все это неплохо. Они держались спокойно, хотя чуть побледнели, а генерал задумчиво хмурился, глядя на Ааза. «В качестве демона мой ученик сможет, если понадобится укоротить дракона. Нет, десять драконов. Таково мое могущество. И все же могущество надо умерять мягкостью или, если угодно, элегантностью». Я изобразил на лице задумчивость. Чтобы сбить с толку врагов и приобрести союзников, не нужно никакой открытой демонстрации своей силы или угрозы. Для подобных случаев полезнее замаскировать свое могущество и выглядеть безобидно, например, представиться подростком. Произнеся последние слова, я сорвал личину с самого себя и предстал во всей своей юношеской невзрачности. Вероятно, мне следовало бы употребить при этом какие-то липовые волшебные слова, но я уже употребил все, каким научил меня Ааз и боялся экспериментировать с новыми. Король и казначей внимательно уставились на меня, словно пытаясь проникнуть сквозь мою магическую личину с помощью одной лишь силы воли. Генерал проделывал схожую операцию «Пялись на Ааза», который сложил руки на груди и скалил зубы в самоуверенной улыбке. Я позволил себе разделить его уверенность. Пусть себе пялится. Было уже слишком поздно распознать мою магию, потому что я больше не работал. Хотя Королевская Свита и все зрители пребывали в убеждении, будто стали свидетелями мощных чар, в действительности я всего-навсего удалил чары, искажавшие их зрение. В данную минуту все мы, Ааз, Лютик, Глиб и я были просто самими собой, какими бы необычными мы не выглядели. Даже самый опытный по части магического зрения не смог бы просветить насквозь несуществующие чары. «Как видите, Ваше Величество, заключил я, способности у меня отнюдь незаурядные. Они могут сделать прекрасного страшным или могучего хилым. Они могут уничтожить ваших врагов или позабавить ваш двор в зависимости от вашей прихоти. Скажите слово, дайте свое добро и способности скива в вашем распоряжении». Я вытянулся, почтительно склонил голову и оставался в такой позе, ожидая решения трона. Несколько мгновений прошло без единого слова. Наконец я рискнул взглянуть под навес. Казначей и генерал горячо спорили шепотом через голову короля, который, слушая их, склонял ее то в ту, то в другую сторону. Понимая, что на этот спор может уйти немало времени, я расслабился. «Скиф!» — позвал вдруг король, прервав спор своих советников. «Та штука, что вы проделали с алибардой. Вы всегда можете так легко управлять оружием?» «Детская забава, ваше величество!» — скромно ответил я. «Я даже не решаюсь признать это способностью». Король кивнул и сказал в полголоса советникам несколько коротких фраз. Когда он закончил, генерал побагровел и, круто повернувшись, удалился, печатая шаг во дворец. Казначей выглядел очень довольным. Я рискнул глянуть на Ааза, и тот подмигнул мне. Хотя он и стоял подальше, чем я, его острый слух явно заранее уведомил его о решении короля. «Пусть все собравшиеся здесь будут свидетелями», — объявил звонким голосом казначей. «Родрик Пятый, король Пассилтума, доволен магическим знанием и умением Скиева и официально провозглашает его магом при дворе Пассилтума. Давайте же все поаплодируем назначению этого мастера-мага, а потом разойдемся». Со стороны моих побежденных соперников раздались жидкие, лишенные энтузиазма аплодисменты, а некоторые из них злобно на меня поглядывали. Я не ответил ни на рукоплескания, ни на взгляды, так как пытался понять смысл слов казначея. «Я сумел! Придворный маг! Из всех прибывших магов пяти королевств выбрали меня! Меня! Скиева!» Я вдруг осознал, что казначей жестом предлагает мне подойти. Пытаясь выглядеть бесстрастным, я приблизился к трону. «Господин маг», — обратился с улыбкой казначей, — «если вы не против, нельзя ли нам обсудить вопрос о вашем жаловании?» «Такими вопросами занимается мой ученик», — высокомерно уведомил его я. «Я предпочитаю не отвлекаться на столь заурядные дела. Опять же мы договорились, что переговорами о жаловании займется ААС, так как его знания в области магии уступают только его умению торговаться». Я повернулся и поманил его к нам. Он поспешил подойти, так как подслушивание заблаговременно предупредило его о сложившейся ситуации. «Это может подождать, Гримбл», — вмешался король. «Внимание нашего мага требует более срочные дела». «Вам нужно лишь приказать, ваше величество», — церемонно поклонился я. «Прекрасно», — просеял король. «Тогда явитесь немедленно для инструктажа к генералу Плохсикиру». «Инструктажа насчет чего?» — спросил я, искренне озадаченный. «Ну как же, для инструктажа о вражеской армии, конечно», — ответил король. «В затылочной части моего мозга зазвенела тревога». «Вражеской армии?» — выпалил я, забыв про свой отрепетированный напыщный тон. «Какой еще вражеской армии?» «Той, которая уже сейчас приближается к нашим границам», — сообщил казначей. «Зачем же еще нам бы внезапно понадобился маг?» Глава седьмая. «Численное превосходство ничего не значит. В битве победа достается лучшему тактику». Джи А. Кастер. «Тепленькое местечко, возможность потренироваться, проще простого. Остынь, малыш!» — проворчал Ас. «Остынь?» — Ас, разве ты не слышал? «Мне предлагается остановить армию. Мне!» «Могло быть и хуже», — заметил Ас. «Как?» — спросил я напрямик. «Например, тебе пришлось бы заниматься этим без меня», — ответил он. «Подумай». Я подумал и сразу сбавил накал. Хотя союз с Азом, кажется, впутывал меня в необыкновенное множество неприятностей, Ас также не знал себе равных в умении вызволять меня из них. Во всяком случае, пока. Меньше всего мне хотелось бы лишиться его поддержки как раз тогда, когда я больше всего в ней нуждался. «Что же мне делать, Ас?» — простонал я. «Раз уж ты спрашиваешь», — Ас улыбнулся, «то я бы посоветовал тебе не ударяться в панику, пока мы не выясним все до конца. Запомни, армии бывают разные. При всем, что мы знаем, эта армия может оказаться достаточно слабой и не составить труда разбить ее в честном бою». «А если она не такая уж слабая?» — скептически спросил я. «Этот мост мы сожжем, когда подойдем к нему поближе», — вздохнул Ас. «А сперва давай выслушаем, что скажет старина Плох-Секир». Не сумев придумать ничего в ответ на это, я ничего и не ответил. В мрачном молчании я шел, не отставая от своего наставника, в указанном казначеем направлении по коридорам дворца. Легче было бы принять предложенного проводника и дать ему отвезти нас куда надо, но я рвался поговорить с Аазом наедине. Поэтому мы оставили Лютика и Глипа во дворе вместе со снаряжением и искали покоя генерала самостоятельно. Дворец был испещрен коридорами до такой степени, что я гадал, не больше ли в нем коридоров, чем комнат. К тому же наше путешествие затруднялось из-за освещения, вернее из-за отсутствия такового. Хотя на стенах имелись многочисленные подставки для факелов, но использовался, кажется, из каждых четырех только один. Я указал на это Азу, видя тут еще одно доказательство скволыжной природы этого королевства. Тот коротко ответил, что чем больше денег они сэкономили на накладных расходах и ремонте, тем больше у них будет средств на предметы роскоши, вроде нас. Он упорно пытался объяснить мне понятие «энергетический кризис», но тут мы завернули за угол и увидели покои генерала. Отличить их было довольно легко, поскольку из всех встреченных нами дверей лишь у этой стояли на часах двое почти одинаковых солдат почетного караула. Их надраенные доспехи сверкали на широких плечах, а прищуренные глаза следили за нашим приближением. «Это покои генерала Плох-Секира?» — вежливо спросил я. «Вы маг по имени Скиф?» — отозвался вопросом часовой. «Малыш задал тебе вопрос, солдат», — вмешался Аз, «и ты соизволю ответить, или тебе, тупице, придется напомнить, что ты находишься по другую сторону охраняемой тобой двери». Часовой сделался ярко-красным, и я заметил, как костяшки пальцев его напарника побелели на сжатый имя Алибарди. Мне пришло в голову, что теперь, когда я заполучил должность мага, продолжение конфликта с военными, возможно, и не самый мудрый курс. «Хм, Аз!» — пробормотал я. «Да, это покои генерала Плох-Секира, сударь!» — внезапно рявкнул часовой. «Очевидно, упоминание имени моего коллеги удостоверило мою личность, хотя я сомневался, так ли уж много посторонних могло бродить по коридорам в сопровождении больших чешуйчатых демонов. Последнее болезненное сударь было данью моему выступлению при дворе. Часовых явно проинструктировали быть вежливыми, по крайней мере со мной, какую бы муку это им не причиняло, а без нее, очевидно, не обошлось. «Благодарю вас, часовой!» — обронил я свысока и бухнул кулаком по двери. «И еще!» — заметил тот. «Генерал распорядился, чтобы вас пропускать к нему немедленно!» Тот факт, что он придержал эти сведения, пока я не стукнул по двери, указывал, что часовые не совсем расстались со своей низкой оценкой магов. Они просто подыскивали более тонкие способы досаждать этим штатским. Я сообразил, что ААС готовится начать новый раунд с часовым, и поэтому поспешно открыл двери и вошел, вынудив его последовать за мной. Силуэт генерала, стоящего у окна, был окружен льющимся снаружи светом. Когда мы вошли, он повернулся лицом к нам. «А, заходите, господа!» — прогремел он добродушным тоном. «Я вас ждал! Располагайтесь поудобнее, налейте себе вина, если желаете!» Эту внезапную демонстрацию дружелюбия я счел еще более тревожной, чем проявленную им ранее враждебность. ААС, однако, мигом с ней освоился и сразу же взял указанный кувшин с вином. С миг мне думалось, что он нальет немного в один из кубков, стоявших на подносе вместе с кувшином, и передаст его мне. Вместо этого он сделал большой глоток прямо из кувшина и оставил его себе, оценивающий, облизывая губы. Посреди хаоса, в который внезапно превратилась моя жизнь, было приятно сознавать, что некоторые вещи оставались неизменными. Генерал на мгновение нахмурился, наблюдая эту сцену, а затем с усилием вернул своим чертам веселое выражение, с каким приветствовал нас при входе. — Прежде чем мы начнем инструктаж, — улыбнулся он, — я должен извиниться за свое грубое поведение во время собеседования. Мы с Гримблом расходимся во мнениях по поводу текущего положения, и, боюсь, я сорвал свой гнев на вас. В связи с этим выражаю свое сожаление. Обыкновенно я ничего не имею ни против магов вообще, ни против вас в частности. — Минуточку, генерал, — вмешался АС. — Какое отношение к нам имеет ваша вражда с казначеем? — Глаза генерала сверкнули яростью, шедшей вразрез с его выдержанной речью. — Это вражда о продолжении нашего спора о распределении денежных средств, — пояснил он. — Когда до нас дошли известия о приближающихся войсках, я посоветовал королю немедленно усилить нашу собственную армию, дабы мы могли адекватно, во исполнении своего долга и присяги, защищать королевство. — По-моему, хороший совет, — ставил я, надеясь улучшить свои отношения с генералом. Плохо Секир в ответ пробуравил меня твердым взглядом. — Странно слышать это от вас, маг, — надменно заметил он. — Гримбл посоветовал вложить деньги не в армию, а в нечто иное, если конкретнее, в мага. — Мне вдруг стало ясно, почему часовые и генерал не спешат встречать нас с распростертыми объятиями товарищей по оружию. Мало того, что они получают нас вместо подкреплений, само наше присутствие было ударом по их самолюбию. — Ладно, генерал, — признал ААЗ. — Все это дела давно минувших дней. С чем нам придется бороться? Генерал поглядывал то на меня, то на ААЗ, явно удивленный, что я позволяю ученику играть ведущую роль на инструктаже. Когда я и не подумал упрекнуть ААЗ за такое нахальство, генерал пожал плечами и перешел к висящему на стене куску пергамента. — Мне, думается, положение ясно видно по этой, — начал был он. — Что это такое? — перебил ААЗ. Генерал чуть было не вспылил, но вовремя сдержался. — Это, — объяснил он ровным тоном, — карта королевства, которая вам полагается защищать. Оно называется Пассилтум. — Да, конечно, — кривнул я. — Продолжайте. — Вот эта линия к северу от нашей границы изображает наступающую армию, с которой вам придется иметь дело. — Очень жаль, что не дан масштаб, — заметила ААЗ. — По изображению на карте вражеский фронт длиннее, чем ваша граница. Генерал оскалил зубы. — Начерчено в масштабе, — подчеркнул он. — Наверное, теперь вы и поймете грандиозность стоящей перед вами задачи. Мой рассудок отказывался принять его утверждение. — Полный генерал, — упрекнул я его. — Наверняка вы преувеличиваете. Ни в каком королевстве не хватит людей, чтобы образовать фронт такой длины. — Мак! — голос генерала стал угрожающим. — Я достиг своего нынешнего звания не за счет того, что излишне драматизировал ситуацию. Противостоящая вам армия — одно из самых могучих воинств, какие когда-либо видел мир. Это ударный кулак быстро растущей империи, расположенной на севере. Она наступает уже три года, поглощая более мелкие королевства и сокрушая любое оказанное сопротивление. Всех боеспособных мужчин, завоеванных земель, там забирают на военную службу, умножая их ряды до размеров, какие вы видите на карте. Они еще не здесь только потому, что вдобавок к безграничному числу солдат располагают еще и массивными боевыми машинами, которые хоть и действенны, но перевозятся медленно. — А теперь перейдем к плохим новостям, — сухо прокомментировал ААС. Генерал воспринял его слова всерьез. — Плохие новости, — проворчал он, — заключаются в том, что их вождь — стратег, не знающий себе равных. Он вошел в силу калашмати войска втрое, превосходящие его по численности, и теперь, когда под его командованием находится грандиозная армия, он практически непобедим. — Я начинаю понимать, почему король вложил свои деньги в мага, — заметил мой наставник. — Похоже, вы не смогли бы собрать достаточно крупные силы, чтобы остановить противника. — Это и не входило в мои планы, — ощетинился генерал. — Хотя мы, возможно, и не в состоянии сокрушить врага, но могли бы заставить его дорого заплатить за переход нашей границы, так что он, скорее всего, свернул бы в сторону, чтобы завоевывать с большей легкостью страны послабее. — Знаете, плох Секир, — задумчиво проговорил ААС, — это неплохой план. Действуя совместно, мы могли бы все-таки провернуть его. — Сколько людей вы можете выделить нам в помощь? — Нисколько, — твердо заявил генерал. Я моргнул. — Извините, генерал, — поднажал я. Мне на мгновение подумалось, будто вы сказали... — Нисколько, — повторил он. — Я не дам в поддержку вашей компании ни одного солдата. — Это же бред, — сорвался ААС. — Вы что, ожидаете, что мы остановим подобную армию с помощью одной лишь магии? — Я этого не ожидаю, — улыбнулся генерал. — Но если мы потерпим неудачу, — заметил я, — то Пассилтум падет. — Правильно, — спокойно согласился плох Секир. — Но... — Позвольте мне разъяснить свою позицию, — перебил он. — По моей оценке, здесь на кон поставлено нечто большее, чем судьба одного королевства. Если вы преуспеете в своей миссии, то будет установлено, что магия защищает королевство действеннее, чем военные силы. В конечном итоге это может привести к тому, что все распустят свои армии, предпочтя нанимать магов. — Я не стану принимать никакого участия в установлении подобного прецедента. Если вы хотите показать превосходство магов над армиями, то вам придется это сделать только с помощью магии. Военные и пальцем не шевельнут, чтобы помочь вам. Говоря это, он забрал из несопротивляющихся рук Ааза кувшин с вином. Знак, сам по себе показывающий, что слова генерала ошеламили Ааза не меньше, чем меня. — Моя убежденность в этом отношении очень сильна, господа, — продолжил плох Секир, наливая себе вина. — То есть настолько сильна, что я готов пожертвовать собой и королевством, лишь бы доказать свое. — Больше того, я бы и вам настоятельно рекомендовал сделать то же самое. Он помолчал, глядя на нас сверкающими глазами. — Потому что, скажу сразу, если вы выйдете из грядущей битвы победителями, то не доживете до получения своей награды. Король может и править при дворе, но известие обо всем происходящем в королевстве доходит до него через моих солдат. И эти солдаты будут расставлены на всем пути вашего возвращения во дворец с приказом известить двор о вашей кончине в результате несчастного случая, даже если им придется устроить его самим. — Я ясно выразился. Глава восьмая. — Если что-то стоит делать, то стоит делать это ради выгоды. Тересий Гигантским усилием воли я сдерживался не только после того, как мы покинули покой генерала, но и до тех пор, пока мы не отошли за пределы слышимости почетного караула. А когда я, наконец, заговорил, то сумел справиться с предательской ноткой истерии, выдающей мои истинные чувства. — Значит, говоришь, Ааз, — небрежно прокомментировал я, — армии бывают разные, верно? Но Ааза это вовсе не смутило. — Истерика ничего нам не даст, малыш, — заметил он. — Нам нужно здравое мышление. — Извини, — вздохнул я. — Но разве не здравое мышление втравило нас в эту передрягу? — Ладно, ладно, — поморщился Ааз. — Признаю, при первоначальной оценке ситуации я проглядел несколько деталей. — Несколько деталей? — недоверчиво переспросил я. — Ааз, это устроенное тобой теплое местечко даже отдаленно не похоже на то, что ты описывал, когда толкал мне эту идею. — Знаю, малыш, — вздохнул Ааз. — Я определенно обязан перед тобой извиниться. Похоже, нас действительно ждет работа. — Работа! — завопил я, слегка теряя над собой контроль. — Это будет чистое самоубийство! Ааз печально покачал головой. — Тут ты снова излишне бурно реагируешь. — Не обязательно самоубийство. У нас, знаешь ли, есть выбор. — Разумеется, — язвительно огрызнулся я. — Погибнуть от рук захватчиков или от рук ребят плох секира. Какой же я дурак сразу не сообразил, даже стыдно за себя. — Наш выбор, — строго поправил меня Ааз. — Выполнять это дурацкое задание или взять деньги и сбежать. Сквозь отяготивший мне душу унылый мрак пробился луч надежды. — Ааз! — произнес я с искренним благоговением. — Ты гений! Давай же уходим! — Куда уходим? — уточнил Ааз. — Обратно в трактир, конечно, — ответил я. — Чем раньше, тем лучше. — Это не входит в наши варианты выбора, — фыркнул мой наставник. — Но ты же сказал... — Я сказал взять деньги и сбежать. — А не просто сбежать, — уточнил он. — Мы никуда не пойдем, пока не повидаемся с Гримблом. — Ну Ааз! Никаких Ну Ааз! — яростно перебил он. — Эта небольшая прогулка стоила нам кучу денег. Нам следует, по крайней мере, остаться при своих, а то и выжить какую-нибудь прибыль. — Ничего она нам не стоила, — возразил я напрямик. — Она стоила нам времени, затраченного на путешествия, и времени твоего отрыва от учебы, — привел контр-довод Ааз. — А это кое-чего да стоит. Но, кроме того, — высокомерно продолжал он, — тут поставлены на кон вещи поважнее. — Какие, к примеру, — прицепился я. — Ну, например, хм... — Вот вы где, господа! — мы обернулись и обнаружили быстро подходящего к нам сзади Гримбла. — Я надеялся перехватить вас после инструктажа, — продолжал, присоединяясь к нам казначей. — Вы не возражаете, если я побуду с вами? Я знаю, вам не терпится начать свою кампанию, но прежде чем вы отбудете, мы должны обсудить кое-какие вопросы. — Например, наши жалования, — твердо добавил Ааз. Улыбка Гримбла застыла. — О, да, конечно. Сперва, однако, надо разобраться с другими делами. Надеюсь, генерал снабдил вас необходимыми для вашего задания сведениями. — Вплоть до последней отвратительной детали, — подтвердил я. — Хорошо, хорошо, — радостно засмеялся казначей. Его энтузиазм ничуть не померк от моего сарказма. Я совершенно уверен в вашей способности разделаться с этим северным сбродом. Должен вам сказать, что я лично выбрал вас еще до собеседования. На самом деле, именно благодаря мне вам в первую очередь и послали приглашение. — Мы это запомним, — улыбнулся Аз, опасно сузив глаза. Тут мне пришла в голову одна мысль. — Скажите-ка, господин казначей, — небрежно произнес я, — а как вы прослышали про нас? — А почему вы спрашиваете? — ответил вопросом на вопрос Гримбл. — Безо всякой особой причины, — заверил его я. Но так как собеседование оказалось столь плодотворным, я хотел бы послать знак своей признательности тому, кто дал вам обо мне столь лестный отзыв. Выдумка эта была шита белыми нитками, но казначей, похоже, ее принял. — Ну, на самом-то деле его дала одна, скажем так, девица, — признался он. — Довольно миловидная, но так вот сразу мне не вспомнить, как ее зовут. Возможно, за то время, что я ее не видел, она перекрасила волосы. Когда мы встречались, они были зелеными. Вы ее знаете? Я и впрямь ее знал. Только одна женщина знала обо мне и Аазе, не говоря уже о нашем местонахождении. И потом, опять же, только одна известная мне женщина отвечала описанию миловидной особы с зелеными волосами. Танда! Я уже открыл было рот, готовый признать знакомство, как тут Ааз, предупреждающий, вогнал мне локоть в ребра. — У-у-у! — умно высказался я. — Как-как? — переспросил Гримбл. — Я не могу так вот схода припомнить такую особу, — соврал я. Вы же знаете, какой мы, маги, рассеянный народ. — Конечно! — улыбнулся Казначей, испытывая по какой-то причине облегчение. — Теперь, когда с этим покончено, — вмешался Ааз, — по-моему, вы что-то упоминали о нашем жаловании. Гримбл на мгновение нахмурился, но тут же расплылся в добродушной улыбке. — Теперь мне понятно, почему мастер Скиф представляет вести его дела вам, Ааз, — признал он. — Лезть приятно, — заметил Ааз, — но на нее ничего не купишь. Мы говорили о нашем жаловании. — Вы должны понять, что королевство у нас скромное, — вздохнул Казначей, — хотя мы и стараемся награждать своих подданных как можно лучше. — Для придворного мага выделены отдельные покои, которые будут достаточно просторными для вас обоих. Вам гарантированный завтрак, обед и ужин, при условии, что к столу вы будете являться вовремя. А также есть возможность... Нет, я, пожалуй, осмелюсь сказать даже уверенность, что щедрость его величества будет простираться и на выделение в конюшне места и корма для ваших единорогов. Как вам это? — Пока мест не густо! — напрямик заметил Ааз. — Что значит «не густо?» — зарычал, потеряв на миг самообладание Казначей. — Пока мест вы нам предложили всего-навсего, — фыркнул Ааз, — комнату, где мы не будем спать, обед, который мы не сможем есть, и мест в конюшне, которым мы не воспользуемся, потому что будем находиться в поле, сражаясь вместо вас в вашей войне. — В обмен вы хотите, чтобы Скиф применил свое искусство для спасения вашего королевства. — По моим расчетам это не густо. — Да, я понимаю ваш довод, — уступил Гримбл. — Ну, вы можете, конечно, рассчитывать и на небольшое жалование. — Насколько небольшое? — уточнил Ааз. — Достаточно для покрытия ваших расходов, — улыбнулся Казначей. — Скажем, пятьдесят золотых в месяц. — Лучше двести, — улыбнулся в ответ Ааз. — Наверное, мы могли бы поднять цифру до семидесяти пяти, — сделал контрпредложение Гримбл. — А мы снизить до двухсот двадцати пяти, — предложил Ааз. — Учитывая квалификацию мага, мы могли бы заплатить, — извините, — моргнул Казначей. — Вы сказали, — до двухсот двадцати пяти? — На самом-то деле, — поправился Ааз, — я оговорился. — Так я и думал, — улыбнулся Гримбл. — Я хотел сказать, — до двухсот пятидесяти. — Послушайте, — начал был Казначей. — Нет, это вы послушайте, — Гримбл, — перехватил его на полпути Ааз. — У вас был выбор, три варианта. — Вы могли удвоить численность своей армии, нанять мага или потерять королевство. Даже при трехстах золотых в месяц скиф для вас самая выгодная сделка. Не смотрите на то, сколько вы потратите, смотрите, сколько вы сэкономите. Гримбл несколько мгновений думал об этом. — Отлично, — согласился он, поморщившись. — Согласен на двести пятьдесят. — По-моему, здесь обсуждалась цифра триста, — с ударением заметил я. За это я заработал мрачный взгляд, но не отступил и ответил на него таким же взглядом в упор. — Триста, — выдавил Казначей сквозь плотно сжатые зубы. — Выплачиваемые авансом, — добавил Ааз. — Выплачиваемые в конце оплачиваемого периода, — поправил Гримбл. — Бросьте, Гримбл, — начал был Ааз, но Казначей прервал его, подняв руку. — Нет, по этому пункту я должен оставаться несгибаемым, — настаивал он. — Всем находящимся на королевской службе платят в одно и то же время, в конце оплачиваемого периода, когда отпирают подвалы Казначейства. Если мы нарушим это правило и начнем допускать исключения, то этому не будет ни конца, ни края. — Нельзя ли выдать нам, по крайней мере, часть аванса? — не отставал Ааз. — Что-нибудь на покрытие расходов в предстоящей компании? — Определенно нет, — отрезал Гримбл, — если я выплачу деньги за еще не оказанные услуги, то некоторые люди, а точнее Хью Плох Секир, заподозрят, что вы собираетесь взять деньги и сбежать, вообще не вступая в бой. Это попало в точку, и я отвел глаза, боясь выдать свою вину, однако Ааз даже глазом не моргнул. — А как насчет взяток? — спросил он. Гримбл нахмурился. — Для служащего короля немыслимо принимать взятку, не говоря уже о том, чтобы рассчитывать на нее как на часть своего дохода, а любой вашей попытке брать взятку будет тут же доложено его величеству. — Не брать взятки, Гримбл, — срычал Ааз. — Давать их! Деньги врагу, они что, идут из нашего жалования или платят королевство? — Я серьезно сомневаюсь, что вы сможете подкупить армию противника, — скептически заметил Казначей. Кроме того, вам полагается спасти положение с помощью магии. Именно за это вам и платят. — Точные сведения помогают даже магии, — с нажимом ответил Ааз. — Бросьте, Гримбл, вы же знакомы с придворными интригами. Небольшое заблаговременное предупреждение может сильно посодействовать в любой битве. — Тут вы правы, — признал Казначей. — Отлично. Полагаю, мы сможем дать вам пособие на взятки при условии, что оно будет в разумных пределах. — Насколько велики эти пределы? — поинтересовался Аз. — Скажем, пять золотых. — Двадцать пять было бы пять, — твердо сказал Гримбл. Аз некоторое время изучал взглядом своего противника, а затем вздохнул. — Пять! — согласился он, протягивая руку. Казначей неохотно порылся в кошельке и отсчитал пять золотых. Он даже дважды их пересчитал, прежде чем сунуть в ладонь Аазу. — Вы, конечно, понимаете, — предупредил он, — что после вашей победы мне придется отчитываться за эти фонды. — Конечно! — улыбнулся Аз, лаская монеты. — Вы, кажется, очень уверены в победе, господин Казначей, — заметил я. Гримбл поглядел на меня, вскинув бровь. — Конечно, уверен, — господин Мак, — сказал он. — Настолько уверен, что поставил на ваш успех все королевство и, что еще важнее, свою репутацию. — Заметьте, я оценю свою репутацию выше королевства. Это не случайно. Королевства возникают и рушатся. Но Казначей всегда может найти работу. То есть, конечно, при условии, что рухнуло королевство не из-за его советов. Если вы потерпите неудачу в своей компании по спасению Пассилтума, то моей карьере конец. И если это случится, господа, то и ваша карьера рухнет вместе с моей. — В этом слышатся угрозы, Гримбл, — сухо заметил Аас. — Неужели? — отозвался с притворной невинностью Казначей. — Это ненамеренно. Я не угрожаю, а констатирую факт. Я поддерживаю очень тесные связи с Казначеями всех окружающих королевств. С некоторыми из них я состою в родстве. Все они знают мою позицию в вопросе применения магии против военной силы. Если я окажусь неправ в своих суждениях, и вам не удастся защитить Пассилтум, они возьмут это на заметку. И, следовательно, любой маг, и в частности Выскиев, если станет искать новую работу, будет объявлен обманщиком и шарлатаном. Так как Казначеи зачастую контролируют дворы, я не удивлюсь, если они найдут предлог или вымышленное обвинение, чтобы предать вас обоих смерти, просто из-за доброго ко мне отношения. Способы умерщвления разнятся от королевства к королевству, но конечный результат одинаков. Надеюсь, вы будете помнить об этом, планируя свою компанию. С этими словами он круто повернулся и ушел, оставив нас молча стоящими в коридоре. — Ну, ас, — сказал наконец я, — дашь теперь какой-нибудь здравый совет по поводу нашего положения? — Конечно, — не замедлил он с ответом. — Какой же? — спросил я. — Теперь, когда мы выяснили все до конца, — серьезно проговорил он, — теперь ты можешь ударяться в панику. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги.